Первый пик без варианта Фазор Дрейк, отличная карта для шамана, спелл дэмэдж очень нужен, батл край в виде троу карты очень нужен, самое то. Другие две карты это из единицы здоровья, плохая карта, это карта ситуативная, к ситуативным картам мы не очень хорошо относимся. Эта карта нам ломает тотемы, пас, эта карта нам в минус, потому что батл край дает врагу мана кристалл, пас, эта карта дает нам карты за, берем. Ну наверное возьму Энчин Брюмастера, тупо из-за его характеристик, можно что-то возвращать в руку, это нормально. Даже с того же Файр Элема, например, на 10-м ходу вернуть и заново выставить это довольно неплохо. Ринкарнейт обычно мертвая карта, поэтому пас, Эрчок, ну неплохая в принципе, Сайленс полезен, даже спелл дэмэдж может увеличить силу этой карты, нанести 2 допустим. И Сайленс что, неплохо. Хотя на самом деле там нанести 1 или 2, здесь даже особо разницы нету. Потому что, ну если ты убиваешь каких-нибудь Твайла Джрейков или там Скарлет Кроссейдер, то ты единицы убьешь. Ну я все равно Брюмастера возьму. Здесь конечно же возьму Дефендера Фаргус, тотемы у нас есть, бафать будет кого. Вот, поэтому он очень простой выбор. Таргет даме нам не нужен, это наш тотем. Бюджетсон Аукционер. Ну в принципе теоретически конечно могут, у Шамана довольно много запринаний за единицу. Но это слишком дорого, Аргус намного лучше. Наверное Unbound Elemental. Хоть и пока у меня нет оверлоудов никаких, но потенциально эта карта очень хорошая. Даже один баф и он уже солиден. Блудселл Рейдер тоже теоретически неплохо, потому что оружие могут быть у нас. Может быть их немало. Вот. У Стон Скилл Гаргулья худшая карта здесь, она это без вариантов глупости. Я возьму Unbound. Здесь возьму Форсира, единственная карта с хорошими характеристиками, с хорошим батлкраем. Это ужасная карта, убивать наши тотемы это непонятно. Нет, это тоже ужасная карта, потому что у нас из пяти карт три батлкрая. Мне не нужен дроу уже. Да, то есть из шести карт я взял две карты на дроу. Мне более чем хватит, поэтому Хоррес Голем элементарно бьет Гномиш Инвентора. Без каких-либо вариантов. Кабанчик слабо. Ну, вообще, Хоррес Голем очень хорош для шамана, так как стол занимает. Здесь Стормфорд Шакс, отличная двойка, отличный топорик, который позволяет чистить стол. Изначально занимать его и с удовольствием его возьму. Раптор тоже вариант неплохой, но хуже, чем Акс. Это вообще не вариант из-за единицы в дороге. Ну, теоретически мы можем взять пиратика. Ну, потому что у нас есть оружие, и он будет там с чарджем. Но на самом деле я лучше возьму черепаху, потому что черепаха на самом деле неплохо работает с шаманом. Учитывая, что у нас есть уже Аргус, что неплохо сказывается на черепахе. Плюс у нас есть Хилинг Тотем, который может лечить черепаху. То есть, черепаха для шамана, это, наверное, третий класс, который черепаху не сильно сопротивляется, когда берет. Да, то есть, Престу нормально взять, Хантеру нормально взять, ну и Шамана, пожалуй, нормально взять черепаху. Была бы у нас Гроза, были бы у нас какие-то уже заклинания, да, на спалдаму, я бы взял бы Эншент Мэйджа, наверное, здесь. Но, ладно, я возьму Аркан Х21. Аркан Х21, обладает теми же характеристиками, что Эншент Мэйджа, но при этом таунт и довольно полезная штука у него, в виде того, что, ну, его нельзя затаргетить. Дезлорд не, у нас и троид много, и Дезлорд нам не нужен. Давай, Вонг. Конечно, Бомблогер, второй Ману Тайт Тотем нам точно не нужен. Я думаю, Шаман, я как-то не очень понимаю, как к этой карте относиться. С одной стороны, по характеристикам это довольно хреновая карта, то есть, ты даже не очень рад, когда ты берешь 5-4 за 4. С другой стороны, тем более, что здесь еще есть оверлот, то есть, она, по сути, за 5. Но, с другой стороны, Винфурия при таком количестве атаки, если у противника ничего не будет на столе, то это такое лицо разрывало, что может очень быстро просто выиграть игру. Но нет, конечно же, Бомблогера намного лучше. Очень крутой Баттл Краурия. Тигр. В сравнении с этими, один-единственный имеет очень хорошие характеристики. Огр. Опять же, имеет хорошие цифры. Тупые за цифр. Здесь минус, здесь не очень полезно. Мало двойка, с удовольствием возьму, вернее, за поматика. Это лучшая, наверное, двойка. Практически лучшая двойка, которая может быть. Вот, это намного слабее, этого не серьезно. С превеликим удовольствием Лайтинг Болт возьму. Молния всегда полезна Шаману. Тем более, две другие карты плохие. Я не беру Бомбера, я беру Сильвер Канг Найт, потому что, ну, Бомбер не очень полезен в Баттл Край. Может в минус нам сыграть, хотя и мало двоек, но к черту его. Сильвер Канг Найт хорошо спамит стол. Две очень плохие. Эпика два очень плохих. Теоретически, конечно, мы можем как-то дешево вытащить Монт Инжайнта, если там Монт Эй Татэм быстро встанет, его не уберут. Но это все ерунда. Мы не будем на это надеяться. И, как правило, он выходит либо очень поздно, либо вообще проблемы с ним постоянные. Поэтому от Монт Инжайнта мы отказываемся. Морлок, который с оверлоудом, и который 2.5 за 4, да, что есть вот это. Мы этот не очень ценим, а его способность, она вообще дико в минус. Поэтому тоже отказываемся. Ну, здесь один вариант, это манипулятор. Не потому, что это очень хорошо, а потому, что это единственное, что можно взять. Кракл или Ферри Драгон? Наш выбор. С одной стороны... Нет, наверное, я все же предпочту Кракл. Наверное. С одной стороны, у меня нету двойки. Ну, одна единственная двойка, которая может выйти на стол. С другой стороны, в принципе, Шаманты это не очень важные двойки. Может всегда тотем поспамить. Спелл дамедж есть. Не знаю, я никак-то еще не определился на счет Краклы, и что это вообще за карта. Лучше ли она, чем Лайтинг Болт, например. А хрена ее знает. Настолько она рандомна, что... Ну, ладно. Коль не определился, давай возьмем. Посмотрим, что она может. Ну, безусловно, я знаю, что она может, но... Как она себя на практике покажет. Здесь Хекс без вариантов. Это намного лучше, чем Мэншен Брюмастер. И Тотемик Майт ужасная карта. Увер Мейс без вариантов. Другие две карты очень плохие. Раз, два, три. Вот это забавки, очень круто. Три. Ну, три механизма не так много, но все равно по Мэншен Брюмастер очень крутой. Файр Лем берется, чтобы вообще не предлагали. Робайтер или Лайтинг Болт? А, либо Лут Хордер. Кто за вариант? Не, Лут Хордер не вариант. Я не хочу Лут Хордера. Я хочу Лайтинг Болт или Рокбайтер. Ну, наверное, я возьму Рокбайтер лучше. Хотя, в принципе, у меня же есть Unbound. Вместе Азур Дрейк. Да, вообще, довольно много оверлоудов-то у меня будет. А в пользу Рокбайтер что? А в пользу Рокбайтера за помадик. Ну, ладно, давай возьмем Лайтинг Болт. Трудный выбор. Вот это плохие карты. Ну, ладно, здесь Лил Экзорцист это единственная адекватная карта. Эти плохие, вообще, ужас. Хотя, конечно, тоже не есть бог вещь то, но ладно. А Эфири Драгон лучше, чем Анойн Трон, потому что у меня нету никаких бафов типа Флангтан Тотема, там, собак никаких. С собакой и двумя парочкой Флангтан Тотема я бы еще бы взял бы Анойн Трон. Конечно, польза для него есть, потому что Повермейс, но все равно 3-2 намного ценнее. Ну, ладно, придется взять Рейвер Краколист. Плохая двойка лучше, чем плохая пятерка и ужасная единица. Еще один Харьест я его больше ценю, чем у Угра, и тем более у меня есть Повермейс. Наверное, я возьму Спеллбрейкера. Я думаю, это немного лучше, чем Форс Тант Макс. Хотя механизм. Но не. Дорого и как-то не знаю. Для Самана это все же... На плюс с Фейслос Манипулятором, да. Не-не-не, давай Саанса. Придется взять еще одну Черепаху, хотя, конечно, не очень здорово, но... явно не эти же карты брать. Две Черепахи еще и Горубаши взять? Да ну его нафиг, у нас очень много заклинаний. Ну как, не очень-то много, но есть. Я возьму Угра. За Спал Демаза. Последняя карта здесь Принц Айн Самунер. Опять же, вот эта нам карта портит все. Эта карта тоже нам не очень... Давай. Ну что сказать о колоде? Колода не очень крутая. Опять же, нету грозы, первое что. Ну хотя, ладно, без грозы можно жить. Есть несколько карт плохих. Есть довольно много хороших. Лейта у нас очень слабый. Ну и есть ремовалы какие-то. Так что, в принципе, жить можно. Такая средняя колода. То есть, не сказать, что плохая, не сказать, что хорошая. Ближе к лучше, наверное. Такая. Если бы оценивать в 100-бальной системе, то, наверное, где-то 57-58-60. Вот эта колода. Вперед. Вперед. КРИКИ. Аплодисменты.